Вот этот говорил? На х** вертел, да? А увеличь, пожалуйста. Добрый день. Вчера мы общались, если меня помните. Не представитесь случайно? Я не знаю. Вы представитесь? Я вот, в стороны. Не видели меня, да? А вы меня видели вчера? Так точно. Сотрудник полиции, вы меня слышите? Нет? Вы за свой автомобиль боитесь? Да, за свой. Вы должны встать сзади ДТП, чтобы предотвратить. Я людям помогаю, а вы, я не знаю, чем занимаетесь. Как вы должны вставить свой служебный автомобиль? Открой, открой дверку. Здравствуйте! На чем там кого вертели? Не знаю я. Ничего такого не говорили? Да? А про руки поломанные что-то там? Вот борзость свою засуньте в одно место. Если еще раз я увижу вашу борзость, ух ты, он садил дверки, дверки, ты посмотри. То есть, получается, ты здесь повернул направо и, короче, и остановился. Остановился здесь, ну, поворачиваю, поворачиваю дальше. Ну, короче, вот отошел туда в гуд, потому что здесь быть и машин есть, там люди стояли на остановке. Ну, что это будет, стояли там базарили. Понятно. Ты, получается, здесь что, остановился дальше? Останился здесь, пошел туда вон. Влез, да? Да. Ну, справа на жду, соответственно. Естественно, послался. Обратно иду. Вот, черный автомобиль вот там, на той стороне. Я, то есть, там, с левой стороны от нас, да? Вот, абсолютно. Вот где сейчас едет машина, вот там, где, ну, там, арка, подрядите лес. Ну, тут у меня сама видно. Вот. Машина черная. Я трогаюсь, и он отсюда отъезжает. Буквально до кладбища я не доехал, ну, метров пятьсот. И сзади люстра. То есть, ты в сторону Рептного поедешь? Да, вот, к родителям. И остановили тебя. Что? Я, надо, схожу в лес? Воспроизведем ту ситуацию. Машину по полу, все глушу. Зачем включу телефон, вдруг я там вклад ищу, правильно? Чтобы он светился. Не видно, это пи***ь. Ты все сделал в точности, как вы в тот раз, да? Я там чуть дальше отходил, потому что здесь вот, ну, там видно все. Вот уже нечистый следственный эксперимент. И поссал столько же? Ну, я не знаю, примерно столько же. Вот уже ближе к этому кастоку. Вот, смотри, он остановился, видишь? Интересненький. А он там проехал какой-то. Да, да, да. Жаль. Ну, курим еще чуть-чуть, да? Поехали сейчас, доедем только до этого. До Рептного? Сейчас мы подъедем к тому месту, где как раз они остановили тебя. Ну, ты расскажи вкратце, значит, когда они тебя остановили, как все происходило? Еду, сзади люстра. И он меня обгоняет слева. Руками машет, остановлюсь. Я остановлюсь, он тут же выходит, ваши документы. Запрещенное, что кто-нибудь имеется? Я говорю, нет, конечно. Вот документы. Смотрят документы. Он какой-то сзади едет один, еще не знаю, может быть, он. Я также вот медленно ехал. Ну, как себя чувствуем? Я говорю, отлично. Выйдите из машины, пожалуйста. Я выхожу. Вот. Вот здесь он, кстати, включил люстры. У пятерочки. Вот я его увидел сзади. И вот буквально... Наверное, сейчас покажу, где меня остановили. Вот это здесь. Я остановился. Не, не, стоп. Я пи***ю чуть дальше. Да, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Останавливайся где-нибудь. Сейчас остановлюсь. И началось. Запрещенное что-нибудь имеется в машине? Нет. Откуда едете? Куда едете? Зачем едете? Объясняю. Я все рассказал, куда и как я еду. Зачем? К родителям еду. После этого осветил он меня всего. Осмотрел. Привет, электриком. Да, даже в каком состоянии вообще. Приоткруйте дверцу. Я приоткрыл, думал, он просто глянет машину. А он сюда прям нырь и пошел лазить везде. Там под креслами, под ковриками, в бардачке. Это все щелки пролазил. И второй мне начинает потихонечку там это... Обрабатывать. Что я типа закладки там брал, ездил в лес. Вот. Что сейчас мы вызовем там ГНКшников, оперов. И кого там еще он мне начал там перечислять. Вот. Я ему сказал, да, давайте, хорошо, вызывайте. Ждать будем. Я тоже отзвоню Вадиму. И он говорит, что мол, типа, да Вадика мы, извините, нахеру видали. Там эта херня. Ему тут в пользу, что ему два раза руку ломали. То есть ты им сказал, что ты позвонишь мне? Да, абсолютно верно. Так, и они на тебя на это что ответили? Ну, ну, с такой ухмылкой. А в этот момент где твой телефон был? Уже у инспектора, потому что он его уже взял. Он забрал телефон у тебя из машины. В общем, он у меня был не разблокированный, поэтому он начал его это, листать, смотреть. Так, и что они по поводу меня сказали? Что типа, да Серов эта херня, нахеру мы его крутили и вертели, что-то вот такого плана. Прям так дословно сказали, что они крутили? Что-то очень грубо, что-то вот такого плана, что типа, там вращали. Почасов или прочих, я не знаю. Посмотрим, насколько они могут вращаться. Вот. Шмон в тачке так же вот и продолжается. Вот. Этот все вот листает, смотрит фотки. Я ему говорю, ну, вы мне его отдайте, у меня там личные фото есть. Вдруг у меня там баба голая, вы будете смотреть ее. Он говорит, я вглядываться особо вот и не буду. И дальше лазит. Проглядел все фотки, что у меня были в телефоне. Куда я вот и звонил. Все карты, куда я ездил. Все абсолютно глянул. Мобилу мне не отдавал абсолютно. До последнего. Вернее, до отъезда своего. В тачке вот когда уже шмон они окончили. Второй вот так же вот рядышком встал. Ну и типа начали. Все, вот ты сейчас в неадеквате. Говорю, с какого хрена в неадеквате я. Ну, как-то не знаю. Как-то не это. Короткие вот фразы вот и бросали. Как-то не знаю, что ли вот с какими-то вот намеками, что я обдолбанный. И в конце вот до концов я там уже орать на них приедет. Начал, говорю, отдайте мне мобилу обратно. Вызывайте, кто у вас там опера, там КНКшники. И я буду вот отзваниваться своим. Мобилу у меня так бросили вместе с правами, документами. В тачку сели, уехали. И причем не один экипаж здесь. И он из-за куша. Так, Михаил 0530. Проезжай, не тормози. Михаил 0530 и Михаил 0529. Понял. Отлично. Что, где-нибудь как-то паркурусь? Ты не пальцем. Проезжай прямо, проезжай прямо. Они даже, видите, как ты разворачиваешься. За поворот вообще. За поворотом. Не включай поворотник. Почему? Я вон туда хочу. Ну давай, давай, ладно. Я тут, может быть, живу. Кого? Да, чужие капки. Давай я тут запаркуруюсь. Проезжай, проезжай. И, наверное, знаешь, что? Здесь смысл. Пройтись, пройти в руси. Рожь глянуть. Да, да, да. И возьми с собой телефон. Если ты кого-то из них увидишь, узнаешь, то тебе нужно будет подойти. Однознатный смотри, чтобы тут никого не припрем. Потом, значит, подходишь к ним, включаешь предварительно видеозапись. И только потом подходишь в упор. И смотри, видеокартинки, вот смотри, вот так ты держишь, да? Вот должно быть, вот у него должно быть вот, то есть торс и его лицо, понял? И значок. Что в лицо, ну, и значок, соответственно, ведешь и скажешь, представьтесь, ваше фамилия, имя, отчество, как вас зовут. Он обязан представиться. Вы отказываете? Если он не называет, вы отказываете представиться? Значит, ваше служебное удостоверение, он имеет право тебя не предъявлять, потому что ты обращаешься. Но фамилию, имя, отчество он должен назвать. Значит, и второй, кто там будет с ним, и ваш напарник, вот тебе что нужно будет сделать. Есть, и они там будут. И вот, значит, как тук, ты все снимешь на видео, идешь, что возвращаешься, ты все понял? Все? Держи все, я глошу. Да. Ну, если что-то непредвиденное, значит, звони. Ну, обязательно на видео заснять. Смотри, если нужна наша помощь, просто даже ничего не говори, набери меня, у меня телефон зазвонит, значит, нам надо бежать туда. Понял? Какая помощь? Ну, хватит тебе, в людном месте ничего не будут делать. Хотьте, что-то... Можно записать? Да. Твой микрофон никто не должен видеть. Спрятан, все, все, вот он. Добрый день. Добрый. Вчера мы общались, если меня помните. Ты вчера много людей был, а всех не упоминал. Не представитесь, случайно? Когда сейчас? Нет, сейчас, сейчас. Сейчас, пожалуйста, если можно, еще раз. Лейтенант Кузнецов. А ваша как фамилия? Какая фамилия? Имеют полное право узнать ФИО. А вы кто? Гражданин РФ. Гражданин, можете представиться? Женя меня зовут. Полный фамилия, меня уже не знали. Вы вчера все видели. Что я видел? Я не знаю. Вы представитесь? Я вас все равно не видел. Не видели меня, да? А вы меня видели вчера? Хотите, все, это отправлю. Так точно. Ну, отправляй. Хорошо. Хорошо. А то так можно, знаете, в одном вере. Конечно, знаем. Телефон. Весь с руками, ногами. Да с чем мы знаем? Весь с руками, ногами. Весь с руками, ногами. Одна уже уехала машина. Нет, мы видели. Нет, мы видели. Скажи мне, ты на видео снял его? Да. Так, покажи видос. Вчера мы общались, если меня помните. Он низко, да? Вот этот говорил? Угу. На хуй вертел, да? Угу. А увеличь, пожалуйста. Не посмотри, потому что он не начал опять. Не поехали, не поехали сейчас. Для серов снимаешь. Говорит, да? Андрей, ну что, расклад следующий. Тебе нужно будет подойти к сотрудникам ДПС, попросить их представиться, чтобы точно понять, тот это самый экипаж или нет. Ну, соответственно, сделать к ним обращение, как гражданин, ты имеешь полное право. Значит, ну и, соответственно, посмотрим, что из этого получится. Ну, дальше мы уже присоединимся, потому что, значит, сейчас назовем так «закупкой», в кавычках, да, контрольной, как они вообще себя ведут с гражданами. Потому что, ну, то поведение, которое мы увидели на видео и которое нам рассказал гражданин, это, конечно, вообще ни в какие ворота не лезет. Такие сотрудники не должны нести службу вообще, в принципе, ни в каких органах внутренних дел. Ну, в МВД, если мы говорим. Значит, Андрей, так что я желаю тебе удачи. Не ведись на провокации. Давай, давай. Ага. Думаю, удобнее будет дождаться, когда выйдет. А что там? Они пишут, пишут, сидят оба в машине и пишут, а водители сидят в своих машинах. У нас появилась идея, раз они пока сильно заняты, но чтобы там через дорогу не кричать, так вот, в общем, по делу прям такому конкретному обратиться. Дело в том, что патрульный автомобиль, который мы наблюдаем, да, который находится на проезжей части, он стоит, значит, впереди, значит, дорожно-транспортного происшествия, впереди, вот, где автомобили повреждены. То есть его задача предотвратить возможные последствия, именно, значит, чтобы никто другой, ну, допустим, по какой-то невнимательности не въехал в эти транспортные средства, которые стоят на проезжей части. То есть и обозначить тем самым дорожно-транспортное происшествие, то есть встать, значит, позади этих транспортных средств, обозначив, значит, место ДТП, проблесковые маяками, что они здесь и сделали, но встали не там. Ну и, соответственно, значит, обеспечить безопасность дорожного движения на данном участке. Это в первую очередь о чем они должны были подумать, а не о том, чтобы, значит, их транспортное средство не пострадало. Поэтому сейчас Андрей подойдет и сделает им по этому поводу замечание. Посмотрим, как они отреагируют. Значит, он попросит их перестать транспортное средство в соответствии со всеми регламентами, а именно в начале, значит, таким образом поставить транспортное средство, чтобы обеспечить безопасность, еще раз повторюсь, на данном участке дороги. Андрей. Ну, мы желаем тебе удачи. Посмотрим, что из этого получится, как они себя поведут. Сотрудники, добрый вечер. Можете подойти? Уважаемый. Тебе что, свистеть? Полицейский. Можете подойти? Сотрудник полиции. Вы меня слышите, нет? Со слухом плохо, что ли? Ладно, ждем. Товарищ инспектор, вы меня слышите, нет? У меня тут камень под ногами валяется. В них кинуть можно? А, сейчас. Товарищ инспектор, вы меня слышите? Можете подойти? Я же не могу по проезжей части ходить. Я вам кричу, кричу. Обращение есть. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Я подняю ДТП, мерею размеров. Я вижу, вы автомобиль, как должны были поставить? Переставьте автомобиль. У нас мигалки стоят. Вы за свой автомобиль боитесь? Да, за свой. Вы должны встать сзади ДТП, чтобы предотвратить. Инспектор, представьтесь. Как фамилия? Попроси, скажи, у меня будет обращение, тогда примите от меня обращение по факту вашего бездействия, потому что вы сейчас не обеспечиваете безопасность на данном участке. Понял? Да, 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 да. Все, давай. Ну, опустите стеклышко. Чего вы подойти не можете? Ко мне? Как вы? Ко мне. Вы меня не просили. Я вам предстоял с фамилией свою назвал. Замечательная. Гамаев. Я хотел сделать вам замечание, чтобы вы машину свою служебную ставили позади ДТП, то есть согласно регламенту. Правильно? ДТП огорожено было? Да, конусы стояли у нас. Машина, нарушение ДТП стояло с мигалками? С мигалками. Что вы хотите еще от меня? Я выполняю свою работу, уважаемый. Я оформляю ДТП. Я в кратчайшие сроки убираю автомобили с проезжей чаще. Я людям помогать стараюсь. Вы должны свой автомобиль... Я свой автомобиль поставил. От вас вообще несет алкоголем. От меня? На свидетельство не поедем? Зачем? Ну просто, я говорю, вам, вы простите, меня выпили лишнего и хотите, я не знаю, какие-то претензии Вы утверждаете, что я выпил? Я утверждаю, что вы мне мешаете, простите, работать. Я вам никак не мешаю ни разу. Я вам говорю, от вас несет алкоголем и вам что-то кажется. Простите, извините, но... Я за рулем, на свидетельство не может быть. Я замечательно, вас прекрасно понимаю. Еще я говорю, вы мне мешаете работать. Я выполняю свои служебные обязанности Я людям помогаю А вы, я не знаю, чем занимаетесь Как вы должны ставить свой служебный автомобиль? Я вам объяснил, в нарушение права дорожного движения включил Что я включил? Скажите мне Служебный автомобиль, патрульный, где должен располагаться? Служебный автомобиль я поставил согласно регламента Как положено, оградил место ДТП И в кратчайшие сроки убрал автомобиль Извините, до свидания Ну что можно сказать? Человек, я считаю, психически неуравновешенный От меня пахнет алкоголем Очень сильно несет Даже так Так, давайте сейчас откроем Открой, открой дверку Здравствуйте 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 Скажите, пожалуйста, могу вас поинтересоваться, как ваша фамилия, имя, отчество Не, мне, я вас спрашиваю Я вас знаю, вы Вадим Серов Да? Знаете меня? Я вас видел Вы можете мне сейчас сказать? Фамилия моя Гамада, что вы хотите? Еще раз Фамилия моя Гамазов Гамазов, имя, отчество Алексей, вы не имеете в виду Вы расслышали, я его назвал Алексей Вы нас, вы расслышали? Я бы не спрашивал, если прослышал Алексей дальше Я его назвал Ну скажите, не отчество Так, Алексей Что вы еще хотели? Я думал, это обращение ко мне Так вот, у нас к вам обращение Скажите, пожалуйста, вы не так давно К одному водителю испытывали какую-то личную неприязнь Не припоминаете никакую? Нет Что типа Досеров это херня На херу мы его крутили и вертели Что-то вот такого плана Прямо так дословно сказали, что они крутили Что-то очень грубо, что-то вот такого плана Что-то типа Вращали А ничего про меня не говорили ему? Ничего не говорили На чем там кого вертели? Не знаю Ничего такого не говорили? Да? А про руки поломаны, что-то там Да все мы знаем Вот вас надо спросить, левая и правая там какие? Не, не знаете? Не знаете? Нет А что вы скажете по поводу того, что зафиксировано на аудио Значит, когда к вам, у Росапа недавно было такое Где-то дня 3-4 назад, когда к вам подошел этот же водитель И поинтересовался у вас Что поинтересовался? Сначала ваш фамилий вы не представились А ваша как фамилия? Какой цель? Имеют полное право узнать Фио Вы вчера все видели? Что я видел? Я не знаю Вы представитесь? Не припоминаю У Росапа Ваш сотрудник, кстати, ваш напарник, точнее, представился Да, а вот вы не отказались Почему? У вас такая привычка Почему сразу мне представились? Я представился одному и второму Я не знаю Мы о человеке Который, знаете, что сказал и зафиксировал Значит, вам сейчас просто, чтобы вы так это вспомнили Значит, на аудио Нет, чтобы вспомнили Можете включить вам? Говно, ровно Включить? Точно, можешь включить? Я не знаю, вы мне сейчас включите, может быть, того, чего и не было В смысле? Ваш голос? А вы скажете, не ваш голос? Я свой голос не знаю А вы свой голос не знаете? А вы скажете, куда-то телефон засунется там Руки ломаются Вы сказали Человеку? Какому? Евгений его зовут? Я не знаю, я не помню Включить вам? Давайте я вам включу аудиозапись Ну, я не знаю, что Нет, давайте я вам включу Ваш Говорите Да, давайте я вам сейчас включу Давайте Сейчас, сейчас, сейчас Вы мешаете мне работать, простите Подождите, вы же сказали, можно Я вам сейчас включу Вам включить Вы же сказали Я ДТП оформляю Вы мешаете Да, подожди, вы только что разрешили Вы хотели что-то еще? Так я вот это, вы скажете Да, можно Нет Показать вам Что вы говорили Уже не нужно? Не нужно Не нужно Хорошо, я вам не буду показывать Ваше руководство посмотрят Пожалуйста А что это вы так переобулись-то сразу? Что я переобулись? Вы знаете, вот такие как вы Которые вот говорят за глаза Такие вещи Потом не работают Да ну ради бога Это не вам Не важно, какие у вас есть заслуги Держите И ведите себя подобающим образом Замечательно Я так это и делаю Ежедневно Помогая людям оформлять Как себя вел здесь сотрудник? Ну поначалу борзо Прям борзо и дерзко Вот борзо свою засуньте в одно место Если еще раз я увижу вашу борзость Личные комментарии Прошу оставить при себе Я вам говорю Ваша борзость Я думаю Будет на гражданке только Это хорошо Понятно? Последний раз я это слышал Мы вам в свою очередь Если мне еще кто-то передаст Плохо все зарабатываю Закончится Я думаю в ближайшее время Закончится все у вас Очень все печально Давайте не будем Вы такой борзый Нет, вы такой борзый Были просто с человеком А где что-то ваша борзота Борзота вся пропала С Евгением Евгением его зовут Евгением В смысле не знаете? Давайте знаете Что здесь не хватает? Вот этого здесь не хватает Что вас хорошо было видно Подождите Подождите Стойте Стойте Ух ты Он садит Дверки Ты посмотри А то такой борзый А то он кому-то там Что-то там Где-то Кого-то На чем-то вертел Я же говорил У него сразу Вся спесь сойдет Да Мы сейчас Кронопланово возьмем Закрывает Стесняшка Смотрите Стесняшечка Стесняшечка Дорогие друзья Я вас всех приветствую Сейчас вы видите Замечательный сюжет Вот про вот этого Сотрудника полиции Гамозов Или Гамозов Не знаю Сложный 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 Назвать Сотрудником полиции Но тем не менее Он является У меня обращение Генералу Бородину Ну и соответственно Командиру батальяну Виталию Владимировичу Реженину И не только ему В общем всему Руководство МВД Пожалуйста Обратите внимание На поведение данного сотрудника Как он общается с гражданами Что он говорит Что он себе позволяет Как он себя ведет Ну и соответственно Вы сами понимаете Такие сотрудники Не должны Нести службу В органах внутренних дел Независимо от их Заслуг Как говорится Перед Отечеством Потому что При любых обстоятельствах Человек Должен оставаться человеком Неважно С погонами он там Или еще какой-то Так что дорогие друзья Поддержите репостом Этот сюжет Ну и соответственно Если мы где-то что-то Переборщили Хотя Хотелось бы конечно Высказаться В отношении его Очень нецензурно Может быть даже где-то Позволи себе Очень много лишнего Лишних слов Но мы не будем Я думаю Вы это напишите В комментариях Все что думаете Об этом Сотрудники полиции Здесь очень холодно Мне холодно Мне Я вынужден с вами Попрощаться Всем пока Еще у меня Обращение Можно вы сами Либо как-нибудь Приоткроете там У меня такое К вам обращение Вот Вот О чем я хотел вас попросить Обязательно Вот так вот Должны все делать Сотрудники полиции Может вы прям Только не светить Так ярко Так ярко Давайте мы сделаем Чуть поменьше Вот так вот Еще чуть можно Хорошо Вот раз такое Вежливое общение Ну конечно На самом деле Вы сильно Отвечаетесь от Вашего напарника Я очень хотел бы Чтобы вы провели С ним беседу Вы не старшего экипажа Или он старшего экипажа Но вот ему нужно Получиться у вас Поведению Культуре общения Значит Что я хотел Пополучиво Замечание сделать Вы сейчас Надели Головной убор А именно фуражку Чего не было До этого Сделано При любых встречах Которые были Уже у вас гражданами Ну вот Товарищ Как он там Майор Правильно Значит Товарищу майору Передайте пожалуйста Головной убор Нужно носить А в капюшонах Смотритесь как бандиты Хорошо Все спасибо Вот примерная Как говорится Хотел сказать Примерный семьянин Возможно и так Молодец Он еще не потерян Для общества Как говорится В последний путь Там парам пара Папапапапапапапам Андрей Петрович Скажи пожалуйста Когда ты подошел К сотруднику Гамозову Правильно Ты к нему же подошел Обращение делал Я так и не понял Гамозов он или Гамозов Или наоборот Кто это Он там Но скажи Как он вообще отреагировал Как он себя вел Сначала сделал вид Что не замечает меня Посмотрел Отвернулся Вот Я неоднократно ему шумел Вот Всячески его обзывал И товарищ инспектор И товарищ полицейский Не реагировал Вообще никак Давай так Ты когда замечание сделал По поводу того Что находится транспортный средств Не там Где оно должно находиться Что он вообще сказал тебе Категорически Сказал Что я не прав Что Они включили Проблесковые маячки И имеют право Стоять впереди ДТП То есть После ДТП А не перед А то что Безопасность Как бы вот Здесь превыше всего Они об этом не подумали Все таки Боятся за безопасность Патрульного автомобиля Все таки Государство Им как бы Выделило деньги И они Боятся за государственные Значит казенное имущество Скажу Чуть не выдаются Самое главное Что я хотел сказать Ну Мы на самом деле Отвлеклись от основной темы Точнее мы наоборот Сосредоточились на основной теме Это нужно было их найти Этих сотрудников полиции Значит Показать вам их Ну и Обратиться к ним Значит Как бы Вразумить их Да Чтобы они больше всего Такого не позволили Ну а я думаю Он у меня услышал Но очень надеюсь Все таки Что он не будет служить Вот как бы Кузнецов Ладно Никаких вопросов Так вот Конечно Мы упустили момент Поговорить с ними Ну видите Они не контактны Не хотят никак общаться Ну вот единство Кузнецов По поводу того Что транспортное средство Все таки стоять Где оно должно Да Обеспечить безопасность Дорожного движения На месте ДТП Они должны были Перед ДТП Встать Ну непосредственно Позади ДТП Чтобы обозначить место ДТП Ну масло масляное В общем все эти моменты Значит Чего они не сделали Отказались Ну приехали сюда Что вообще Вы пьющие Да там Хотя ну Там уже видимо ДТП они разгребли То есть транспортное средство Переехали Все это время Они ну не желали Этого делать На самом деле На будущее Всем сотрудникам полиции Не жалейте Транспортное средство Они казенные Не ваши И они должны обеспечивать Безопасность Дорожного движения Именно на местах На месте ДТП В данном случае Поэтому обязательно Это делайте Ставьте Конусы Там и все используйте Да вот Поэтому мы ушли Немножко от этой темы Она не так принципиально Нам была важна Как вот показать Их Вот эти лица Особенно Гамозов Гамозов Ну в общем Все хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok